здравствуйте дорогие зрители рада приветствовать вас на своем канале сегодня друзья приготовим рождественскую индейку а подавать мы ее будем с яблочно-клюквенным соусом вот такое вот чудо на праздник мы с вами обязательно должны приготовить рождественская индейка у нас по рецепту гордона рамзи готовим чесночное масло масло сливочное комнатной температуры добавляем оливковое масло чеснок соль перец цедру лимона также сок лимона будем добавлять лук-порей мелко нарезаем добавляем масло и все перемешиваем очень удобно перемешивать рукой поддеваем вот так вот у индейки шкурочку и постараемся закладывать чесночное масло масло мы добавляли чеснок как можно дальше вот с одной стороны с другой стороны старайтесь чтобы кожица не порвалась не спешите то что кожица очень нежная индейка хоть и 7 килограмм но она очень молоденькая очень нежная поэтому поддеваем вот так аккуратненько и будем закладывать чесночное масло и под кожицу и наверх добавляем соль перец лавровый лист дольки лимона очищенный лук маленький лучок такой вот бэбики можно лук шалот чеснок подворачиваем крылышки чтобы они не подгорели у нас и обязательно нужно связать ножки у индейки вот таким вот способом духовка у нас разогрета 180 градусов отправляем в начале на два часа в процессе запекания нужно пару раз достать и масло которое будет у нас выделяться нужно будет индейку этим маслом вот в среднем где-то через 40 минут через час я достала первый раз полила сливочным маслом которое у нас растопилось и потом чуть позже еще один раз если лук порей пригорает можете накрыть фольгой вот два часа индейка простояла в духовке сверху будем выкладывать бекон и еще будем отправлять в духовку минимум на один час готовность будем проверять термометром грудка должна иметь 70 градусов среднем это дает определение что индейка уже готова а 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 да вот наша красавица уже готова достали мы ее из духовки очень красивая ароматная сочная проверяем готовность еще поливаем соком даем ей минут 30 постоять потом будем отрезать кусочек грудинки доготавливать гарнир гарнир у нас будут из лука достанем изнутри лук лимон добавим еще свежего лука также у нас есть картофель кротен для гарнира который мы с вами приготовим салаты все поливаем соком она пока горячая все все будет впитывать в себя и грудинка будет очень сочно вот лук который мы достали из индейки выкладываем на сковородку добавляем воду весь сок который у нас был на противне бальзамический уксус доводим до кипения и упариваем лучок до карамельного цвета этот соус должен немного загустеть под крышкой даем возможность ему размягчиться потом уже снимаем крышку и упариваем ну вот настал самый долгожданный момент отрезаем кусочек грудинки смотрим какая она сочная камера не передает конечно всего содержания но она очень сочная и очень нежная поэтому друзья мои обязательно приготовьте это будет что-то невероятное очень вкусная сочная нежная главное не пересушить и не передержите это чудо гости и вы будете в восторге выкладываем наш карнир сладким карамелизированным луком это бесподобно получается зовите помощников и несите к столу индейка гигант также друзья к индейке можно приготовить яблочно-клюквенный соус очень гармоничный вкус получается поэтому обязательно приготовьте нарезаем любые ваши любимые яблоки крупным кубиком также нарезаем чеснок разогреваем сковородку добавляем растительное масло кусочек сливочного масла для вкуса и выкладываем чеснок сразу же выкладываем яблоки чтобы чеснок у нас не пригорел потому что вкус будет испорчен добавляем сухое белое вино можно полусладкое соль черный перец по щепотке по вкусу рецепт будет как обычно под видео в описании добавляем мед винный бальзамический уксус веточку тимьяна провариваем на легком кипении минут пять и добавляем клюкву также провариваем минут пять чтобы клюква стала мягкой добавляем французскую зернистую горчицу и мятный песто рецепт приготовления мятного песто есть у меня на канале ссылочку я вам оставлю под видео можно просто мяту порезать добавить все размешиваем можно оставить и вот в таком виде тоже будет очень хорошо можно немножко клюкву примять более ярко выраженный красивый цвет все соус у нас готов очень вкусный ароматный я готовила курицу цыпленка подавала с таким соусом рецепт есть у меня на канале пожалуйста заходите смотрите замечательно все очень вкусно и празднично нарядно ну что ж мои дорогие не забудьте подписаться на канал пока пока